Я вообще не понимаю, где моя граница, где твоя, где что начинается, где заканчивается, где я, где ты, где мои потребности, где твои потребности, что там каждый из нас отдельно чувствует, мне кажется, мы счастливы, и вот это вот одна общая какая-то граница, вообще непонятно, кто где. На удалёнке я тоже долго, типа, знаешь, как будто... Кстати, там, наоборот, иногда возникает сложность из-за этого, потому что на удалёнке как будто... Вот, да, на удалёнке как будто люди думают, что ты в доступе круглосуточно, раз ты сидишь на фрилансе, то, типа, чувак, у тебя нет графика, ты херачишь вообще целый день, можешь делать чего угодно. Я подумал, что, ну, чуваки же из разных поколений ещё. Да, 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 да. И это так прикольно наблюдать, что взрослый мужик и молодой мужик разговаривают между собой. Да. В чём-то сходятся, в чём-то расходятся. В чём-то не сходятся, но при этом относятся друг к другу. Да, с большой симпатией, и это, конечно, сильно. Подкаст-три пункта, подкаст-три пункта, подкаст-три пункта. Друзья, всем привет. Это подкаст «Три пункта. Психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие гости подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трёх пунктов, трёх своих субъективных мнений. И сегодня здесь, как всегда, я, Гош Голышев, психолог и гештальтерапевт. Я, Саша Гавриков. Господи, да, я Саша Гавриков. Добрый вечер. Да, сценарист-креативщик и балагур. Мы сегодня вдвоём. Классический выпуск подкаста «Три пункта». Да. Середина мая. Пережили мы праздники, выходные. У кого что? У кого что? Ну что, друзья, по-прежнему ситуация продолжается, по-прежнему мы вас обнимаем. Да, поддерживаем. И по-прежнему мы продолжаем записывать третий сезон подкаста. Наверное, не знаю, есть ли ещё что-то сказать вначале, Саша. А давай, может быть, мы чуть похвалимся? Так, давай. На 19 мая у нас билеты раскупили на лайв-запись-то. Да. Полностью. Да, 40 человек, да, в зале будет у нас. Да, да, да. Поэтому уже sold out. За недельку мы так хорошо поработали, скажем так, да. До записи уже, да. Ну, в общем, спасибо вам большое за этот отклик. Это очень поддерживает. Мы, на самом деле, волнуемся. И вот сейчас до подкаста обсуждали, как это будет происходить. Да. Вы увидите анонс в нашей супер... Запрещенной социальной сети. Да, во-прежнему там. И если всё пройдёт хорошо, а я надеюсь, что по-другому не может быть. Да. То такие встречи будут почаще. Да, мы планируем это делать, потому что кажется, что это прикольный опыт. Да. Вот. Но расскажем вам в следующем выпуске. Как оно пройдёт. Как оно прошло. Уже, наверное, в самом лайв-выпуске. Ну, посмотрим, когда мы его смонтируем. Да. Поэтому сегодня три вопроса. Мы готовы, да? Поехали. Поехали. Как научиться выстраивать личные границы? Есть проблемы с отстаиванием собственных интересов. В основном на работе, но и в личных отношениях тоже. Из-за последней работы прям очень не хочу в офис. И не могу понять, я действительно предпочитаю удалёнки удалёнку? Или просто у меня из-за неадекватных коллег что-то вроде социофобии началось? Вот такой вопрос. Спасибо за вопрос. Да. Выбирал вопросы, Саша, я скажу, что это ты на этот выпуск. Слушай, ну, у меня откликнулось. На самом деле, про офису, про удалёнку. Да, да. Я тоже сымется. Я человек, который семь лет работал на фрилансе, потом пошёл в офис. И потом снова на удалёнке. Как бы я прекрасно понимаю, да. А я, мне почему прикольно, что этот вопрос у нас есть в выпуске, потому что я вернулся с интенсива по гештальтерапии. Как раз был на этих, в начале мая. И там мне удалось прочитать лекцию с моей коллегой Ирины Логиновой про границы. Поэтому немножко из этой лекции будет здесь, в этих ответах. Вот. Да, давай. Давайте, да. Первый пункт. Тогда про границы вообще. Ой, круто. Да, то есть, давайте сразу обозначим, что если мы говорим про личные границы, мы попозже поговорим про виды, во втором пункте про виды границ, вообще что это такое. Но если мы говорим про границы, то нужно понимать, что границы, они ситуативны. Ага. И зависят очень от объекта, с кем мы взаимодействуем. То есть, если представить, там, тебя и меня, у нас с тобой, скажешь так, одно взаимодействие. Да. Если представить, там, меня, взаимодействующего с каким-то незнакомым мужиком на улице, это вторая ситуация. Допустим, колдырь какой-нибудь, да. Допустим. Вот. Там, как у себя чувствуя, достаточно уверенно. Вот, а если это какой-нибудь угрожающе сильный объект, то у меня будет по-другому какое-то как-то взаимодействие организовано. Если это будет третий, четвертый, десятый, пятый человек, то это совершенно будет по-другому выстроено. То есть. Очень индивидуально, с каждым человеком. Да. То есть нельзя сказать, что границы что-то такое прям ригидное. Безусловно, могут быть у человека жесткие границы, для всех супер одинаковые. Но это как раз говорит о ригидности, говорит о сложности к адаптации, к слабому развлечению, вообще с кем я взаимодействую, кто передо мной, ну вот и так далее. То есть тот, кто жестко тебя там условно, да, не взаимодействует, отшивает и выстраивает границы и делает так со всеми, это говорит о ригидности? Ну вот, если лично меня, то это его способ со мной взаимодействия. Если у меня, да, я про себя буду говорить, если я в целом обозначил свои границы так жестко, что они недвижимы, не меняются, никак не адаптируются в зависимости от того, с кем я общаюсь, то да, это говорит о том, что я как-то не очень различаю вообще людей вокруг себя. Да, и ситуации, главное, в которых я с этими людьми общаюсь. Вот, дальше. Мне кажется, что границы, важно заметить, что они обнаруживаются в процессе как раз контакта с человеком. То есть то, что мы как раз говорили несколько выпусков назад, в отличие от границ телесных или границ, сейчас будет забавно, но государства, они так или иначе, вот мои личные границы нуждаются в постоянном обозначении. Мне важно их обозначать и обнаруживать каждый раз, взаимодействовать с новым человеком. Для государства они тоже, я тебе так скажу, да. Ну теперь ты уж, да, вот, и в этом смысле можно сказать, что границы процессуальны, то есть это не какой-то результат, вот я утвердил, вот такие у меня границы, а в каждом процессе они как-то заново обнаруживаются, и мои личные границы, и границы человека, с которыми я взаимодействую, тоже мы их обнаруживаем совместно, или не обнаруживаем. То есть мы можем в этот момент, встретившись, совершенно не различать, где твои границы, где мои, где я, где ты, да, это вот такой термин, который называется «сли я». То есть я вообще не понимаю, где моя граница, где твоя, где что начинается, где заканчивается, где я, где ты, где мои потребности, где твои потребности, что там каждый из нас отдельно чувствует. Мне кажется, мы счастливы, и вот это вот одна общая какая-то граница, а вообще непонятно, кто где. Вот, то есть могут границы вполне себе не обнаруживаться в этом взаимодействии. Вот, и понятное дело, что здесь всё-таки речь идёт о некоторой личной ответственности, потому что я могу прояснять, где границы другого человека, могу обозначать свои, а могу ожидать от других. Когда они подойдут, обнаружатся, покажут мне свои границы, обнаружат мои, вот поймут, догадаются, где же мои границы начинаются, а где заканчиваются. То есть кому я отдаю ответственность за этот процесс. Вот, ну и... То есть как будто два пути есть, да, таких, типа, либо я ответственный, либо тот, кто... Да, наверное, больше, но так, если грубо говоря, то да. И в этом смысле наша главная задача — понять, где я, где другой, который отличается от меня. И самое главное, мне кажется, в этих границах, что при встрече с человеком наши границы могут размежевываться, ну, то есть начинают пропускать, я что-то выделяю, что-то пропускаю, поглощаю. И в этом смысле здорово, когда мне удаётся замечать, что я принимаю, что я отдаю другому человеку, и, может быть, частично принимать то, что мне подходит, и частично отвергать. И то же самое другой человек частично что-то от меня принимает, частично отвергает. И вот за этим процессом замечать, что то, что я, допустим, не всё беру от другого человека... — Это нормально. — Это нормально. И то же самое, что он от меня. То есть он... Я ему сказал, нужна ли тебе моя помощь, он сказал нет. И я такой, всё, он больше. Он отверг меня полностью. Нет, ему просто моя вот в данный момент конкретно ситуативна, моя помощь ему такая не нужна. — Да, или он понимает, что он сам справится и сидит на жопе ровно. — Например, да, да, да. То есть ему... И в этом смысле как раз вот эта вот дифференциация, частично пропускаю, частично отвергаю, и то же самое в другом человеке. Это важно замечать, важно осознавать, и важно как-то к этому относиться не как к действию раз и навсегда и всеобъемлющему. Не меня отвергли, а некоторое моё действие, а другое не приняло. — Да, да, да. — Это, кстати, очень крутая дифференциация такая, потому что, мне кажется, очень много, знаешь, типа, из людей там, кто... Ну, правда, на примере даже помощи, да, элементарной. Там, не знаю, парень, хочешь девушке помочь? Такой, да нет, типа, спасибо, конечно, но там я справлюсь отлично сама. И он такой, что? Я больше не мужик. Тебе не нужна моя помощь. И вот такое происходит. А вот для меня это так странно. Ну, вот, допустим, у меня ситуация была недавно, да, там, условно, девушка перебирается. Я спросил, тебе нужна помощь, я могу приехать там помочь, там, заказать грузу. Нет, там, привет, родители, всё, там, может быть, понадобится что-то, вещь подсобрать, и всё. Я такой, окей, хорошо. — Да, 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 да. — Всё. — И это не отвержение тебя целиком, это отвержение конкретного твоего предложения. — Просто, ну, в ситуации ей не нужна помощь. Я понимаю, понимаешь ли это? — Причём, возможно, она приняла твою заботу при этом. Да, отвергнув некоторую помощь, некоторые действия, приняла как некоторую заботу, и это было приятно. Но это то, что вот в 101 выпуске как раз главная цитата в «Карусельке», цитата Тани Якушенко, где вот «Когда я много даю партнёру, это ещё не значит, что он много взял, может быть, я даю ему то, что ему не надо». — Да, да, да. — Это как раз цитата вот про вот такую дифференциацию на границе, что вообще происходит. Это вот первый пункт такой. Второй пункт, давайте про виды границ. — Давай. — В общем, давайте распределяться. Есть разные классификации, но вот мне нравятся из четырёх пунктов состоящие. Первая — это телесная граница, это вот кожа, тактильная граница, да, то есть то, что я чувствую, вот границы моего тела. Это вот одни границы. — А они вот, знаешь, какой вопрос? Они ограничены именно прикосновениями или всё-таки есть какая-то, знаешь, такая условная зона неприкосновенности? — Да, это интересно. Я думаю, вот если мы говорим про телесные границы, то здесь именно границы тела. А вот границы вот некоторого пространства, они так называются пространственные границы, то есть при пересечении определённого расстояния или территории моей, я замечаю, я чувствую, что человек эти границы пересёк, он вошёл в эти границы, да, то есть это касается дистанции, субъективного ощущения, что мои границы нарушены, допустим, и они, опять же, вот давайте, это всё ситуативно, то есть телесные границы. Когда кто-то меня касается, мне приятно, может быть. Когда кто-то даже начинает жёстко в моё тело вторгаться, например, с помощью массажа или языка в рот, я тоже такой думаю, о, прикольно. — Говяжьего языка. — Говяжьего языка. Ну, то есть, понимаешь, да, это, опять же, ситуация и объект. В другой ситуации с другим объектом это для меня неприемлемое отношение. — Да, да. — Вот, и то же самое с пространственными границами. Там сейчас пик метро, я воспринимаю нормально, чтобы меня трётся какой-то человек. — Но когда я иду один по улице, и ко мне кто-то жмётся, это очень странно, да, и это очень дискомфортно. — А иногда, да, я даже радуюсь, когда кто-то жмётся. То есть здесь, опять же, мы говорим о том, о ситуативности и о разнице, какой объект. — Блин, а я думал, почему ты любишь сейчас пик ездить? — Вот, социальные границы, ну, это вот такие границы, обусловленные там уголовным кодексом, правилами общества, социальными договорённостями и так далее. Там, этика тоже поддерживает именно социальные границы, как мы обращаемся друг к другу. Ну, и вот как раз личные границы — это личные убеждения, предпочтения, мои установки, вот, то, что обо мне может другой знать или не знать. То есть личные границы здесь важно и обозначать, потому что другой хрен поймёт, какие у меня предпочтения, установки, там, не знаю, жизненно важные ценности. — Ну, да, да, да. — И это не находится, у нас нету какого-то транспаранта, который идёт впереди нас на километр, и всем обозначают, что сейчас приблизится человек с такими-то ценностями и убеждениями. — Ну, да, если только вы футболку сегодня распечатаете, в которую всё время ходить будете, да. — Ну и то, там вряд ли поместится всё. — Да, да. — Вот, и самое главное, с какого фига кто-то должен вчитываться, что у вас там написано. — Конечно, конечно. Никто не обязан, да. — Вот, поэтому это вот, наверное, второй пункт, просто чтобы понимать. Ну, и вот, возвращаясь к вопросу нашего слушателя, собственно говоря, давай вот, может быть, ты как раз тоже говорил про то, что понимаешь, про удалёнку. Вот, в третьем пункте поговорим вот вообще про примеры нарушения, может быть, границ. Вот, человек говорит, сталкиваюсь со сложностью в основании собственных интересов, в основном по работе. И вот сейчас вообще, думаю, может быть, мне удалёнку нужна, а не с коллегами в одном офисе тусоваться в одном пространстве. — Ну, слушай, ну, на самом деле, типа, ну, про коллеги, у меня адекватные коллеги там в офисе были, как бы всё нормально в этом плане. Мне кажется, я, знаешь, ну, какое моё предположение там относительно этого, что бывает так, что границы, когда ты находишься в офисе на работе, они нарушаются. То есть, условно, ты работаешь там с девяти до шести. Вот у тебя есть рабочее время, в которое ты доступен, в которое ты можешь взаимодействовать и тому подобное. Но у меня так бывало, что тебе там могут написать в восемь-деять вечера, надо срочно, пришёл запрос, там, концепт вот такой, надо написать, вау. — А что такое? — Мне особо интересуюсь, готов ли ты к этому. — Да, вот, типа, просто вторгаясь, знаешь, типа, как один известный человек, вот, как бы просто к тебе вторгаются и говорят, ну, ну, вот надо. — А ты такой, а вообще, мне как-то кто-то спросил или у меня, ну, ребят, ну, камон, у меня есть рабочее время, вот, как бы, и давайте там в рабочее время обсуждать, завтра утром я приду, мы всё с вами решим, вот. И, может быть, из-за этого, потому что, ну, такое случается, правда, некоторые там, ну, есть люди, и я там не про своих коллег, а есть люди, которые, правда, не понимают, что, ну, там, допустим, ну, для кого-то в ней рабочее время общаться, да, там, по работе, ну, это не окей, ему некомфортно. У него есть определённые рабочие процессы, и мне, знаешь, всегда так забавляет в вакансиях, я периодически, там, пролистывая HeadHunter, смотрю, должен быть в доступе 24 на 7. Что, блядь, это значит? Да вы охуели? — Да, это как раз вот про то, что не распознаётся, где это, где другое, где вообще. — Ну, камон, ну, как бы, ну, и вы будете получать 20 тысяч рублей в месяц, но должны быть в доступе 24 на 7, да пошёл ты нахуй, ну, как бы, ну. — Сильно тебя это задевает. — Не, ну, просто, ну, камон, ну ты чё, ну, как бы, личный ассистент, вы там будете кучей опыта, и 20 тысяч рублей, да, ну, иди в жопу. — Ну вот, кстати говоря, если попытаться так систематизировать основные нарушения границ, как и бывают, тоже для себя тут пометил, допустим, есть такое нарушение, что я, вот про что мы уже говорили, не очень распознаю, где начинаются мои границы, где начинаются границы другого, где заканчиваются мои границы. Вообще границы — это не распознаётся, где я, где не я, чем я отличаюсь от другого и так далее. Вот и какой-нибудь пример, знаешь, этого того, что человек приходит в пространство новое, и вдруг, и начинает себя вести там, как будто это, вот эта поговорка, в чужой монастырь со своему столу не лезь. — Да, да, да. — Человек не распознаёт, что границы — это другой объект, что другая ситуация, или даже приходя в знакомое пространство, но ситуация поменялась. А он входит, как будто бы этого не распознаёт. — Да, как будто всё-всё-всё так, как было в прошлый раз, когда он это делал. — Да, или же наоборот, вдруг он понимает, что в этом пространстве совершенно его не учитывают. Точнее, он его не замечает, а потом оказывается, что он уже здесь включён в это взаимодействие. Есть ещё одно интересное нарушение границ, когда я принимаю чужие границы, не учитывая свои, игнорируя свои границы. То есть я беру чужие, условно говоря, правила, свои при этом... — Игнорирую вообще. — Да, игнорирую, но часть этого происходит, потому что страшно обозначить свои границы, и проще, скажем так, граница проломлена извне, и вот я уже принимаю чужие границы. — Слушай, ну а по поводу выстраивания, знаешь, какая мысль у меня есть? Ну, правда, здесь, блин, банальная, правда, мысль, но только проговариванием и только отработкой вот этой ситуации. То есть как лично я делал, допустим, на удалёнке, когда я перестраивался с офиса, да? То есть, ну, в офисе, понятно, там было в рабочее время, я говорил, чуваки, ну, там, работа закончилась, всё завтра с вами решим. То есть нормально, адекватно, типа, обозначать. Типа, правда, у меня есть рабочее время, я сейчас, у меня там есть свои дела, свои личные, там, заботы, потребности и там подобное. Завтра готов решать. И, как правило, 99% людей реагируют адекватно и всё прекрасно понимают. На удалёнке я тоже долго, типа, знаешь, как будто... — Кстати, там, наоборот, иногда возникает сложность из-за этого, потому что на удалёнке как будто... — Вот, да, на удалёнке как будто люди думают, что ты в доступе круглосуточно. Раз ты сидишь на фрилансе, то, типа, чувак, у тебя нет графика, ты хератишь вообще целый день, можешь делать что угодно. И тоже мне приходилось, там, с некоторыми заказчиками, с некоторыми клиентами обозначать. Чуваки, но у меня рабочий день, там, условно, до семи. У меня там есть тренировки, там, что-то ещё. Там, я хожу, там, в заведение, гуляю, там, бегаю и там подобное. То есть читаю книги, у меня есть моё личное время. Я работаю с такого-то часа до такого-то. — Да, и ты вот как раз обозначаешь действия, которые помогают как раз при первом нарушении, при втором. Вот, а есть ещё, допустим, нарушение, когда я являюсь источником навершения своих границ. То есть, например, когда я навязываю другому свои границы, игнорируя его. Да, то есть это обратное. Когда я, ну, субъективно думая, что границы должны быть выстроены вот так, навязываю их другому человеку, ну, проецируя на него это. Вот, ну или наоборот, ещё одно. Мне нравится вот такое нарушение забавное. Когда я принуждаю себя к каким-то границам, ещё не вступив в контакт с другим. — Ого! То есть я останавливаюсь. — Заранее как будто, да? — Да, заранее провожу эту границу. — Хотя ещё контакта не было. — Да. — Ой, круто, да. Или вот ещё есть... — Слушай, это от предположения, от фантазии какой-то происходит, да. Мне кажется, у меня было такое, когда ты думаешь, блин, но он по-любому говнюк. Скажу-ка я ему, что, чувак, ну, вот я делаю так, так, так. Да, а потом оказывается, что он вообще не говнюк, он вообще суперадекватный, и ты такой думаешь, блядь. — Да, вот, ну, а ещё есть какой-то последний, наверное, пример, когда я не обозначаю ни свои границы человеку... — Не замечаю его границ. — Ну, и уклоняюсь от обозначений им его границ. То есть я вот всё время так, знаешь, обтекаемо ухожу, и он мне спрашивает, так тебе как надо? А я такой, ну, как-нибудь вот так, и на самом деле ничего чёткого не показываю. И когда он мне пытается продемонстрировать свои границы, допустим, я вот так же тихонечко как будто не замечаю, что он мне что-то там продемонстрировал. То есть я всячески избегаю вообще всех разговоров. — Две пограничные лисы встретились, да, такие? — Да, типа, ну, я-не я, вот как-то так. Вот, поэтому, на самом деле, тут бы к чему всё это было? К тому, чтобы разобраться, с чем, собственно говоря, у вас сложности вот из вышеперечисленного. Было бы здорово, если бы вы как раз обнаружили, какие ваши границы нарушаются, и точно позамечали, у вас в вашем вопросе обозначено как-то всё очень общо. То есть какие-то границы, в каких-то процессах. Вот всё-таки выделить, в каких ситуациях границы. — Какие интересы отстаиваете, да. — Да, да, в каких ситуациях, какой контекст. — То есть так дифференцируют, конкретизируют, да, как будто. — Да, и какие люди, с какими персонажами. То есть вот это вот позамечать — это первое вообще то, что помогает нам в целом... — И понять эти личные границы и выстроить их. — Да, заметить их, потому что... Ну, а второй, третий — это уже следующий вот наш пункт, который мы подназывали, надеюсь, вам поможет. — Давайте дальше. — Класс. Да, поехали к второму вопросу. — Я постоянно зависима от чужого мнения. Мне важно, что скажут другие, будь то мое поведение или то, во что я одета. Иногда загоняюсь из-за того, что кому-то я могу не понравиться, хотя понимаю, что это нормально. Не могу принять то, что я не должна всем подходить. Все говорят мне, что я созависимая и не могу находиться в одиночестве. Для каждого человека у меня есть своя «маска», в кавычках, чтобы ему со мной было комфортно, и ему нравилась я как человек. Но проблема в том, что у меня уже столько этих масок, что я не знаю, какая я на самом деле, какая я настоящая. — Угу. — Гош, а мне кажется, мы этот вопрос обсуждали. — Да? — Да, у меня есть ощущение строгое, что мы этот вопрос обсуждали. Давай, сейчас я запишу, что это двадцатая минута. — Ну, слушай, а давай на него ответим, может быть, как-то по-новому. — Короче, в каком-то, помнишь, потому что слово «масок»? Столько этих масок, что какой человек я на самом деле... — Или бы это был вопрос от мужика? — Слушайте, ну, давайте вот, видите, мы с Сашей... — Подожди, давай, сейчас сделаем паузу, и ты еще раз продолжишь. — А с чего я должен продолжить? Я просто не понял. — Ну, я просто сказал, что про двадцатую минуту, что мы сделали паузу и тому подобное. — А мне кажется, да пофиг, но отвечали сейчас этим как-то по-другому. — Блин, ну, прям так лайв? Такой лайв вставлять? — Да. — Ну, ребят, видите, как происходит? Мы даже за 103 выпуска постарели, у нас появился Алицгеймер, и мы забыли. — Ну, либо, может, нам этот вопрос прилетал несколько раз, и мы... — Ну, у меня почему-то ощущение, короче, что... — Я понял, да. — Может быть, это был мужской вопрос, кстати говоря, потому что, по-моему, задавал этот вопрос мужчина, и очень похожа формулировка. — Я, знаете, просто мне кажется, те ответы, которые сейчас просвучат, они частично не звучали. — Давай. — Мы под новым ракурсом. Я тут недавно, буквально пару дней назад, посмотрел лекцию Евгении Тимоновой, или Тимоновой, блин. — Тимоновой, скорее всего. — Я каждый раз не знаю, как её назвать. — Ну, скорее всего... — Вот, да, научного журналиста. Лекцию про конформность. Мы её прикрепим в описании к выпуску, как обычно. Посмотрите, она, как всегда, длинная, но, как всегда, крутая. Множество примеров про животных. И мне кажется, что как раз важно понимать, вот в вашем вопросе очень много такого переживания, что скажут... Важно, что скажут другие. Где я сама, где я зависимая, где независимая. Насколько моё комфортное... Стремление к комфортному взаимодействию с другим человеком вообще нормально и адекватно. Вот. Я всё-таки хочу чуть-чуть легализовать эту тему, потому что, на самом деле, комфортность, она свойственна любому человеку. Желание соответствовать группе, желание принадлежать какой-то группе, желание разделять одни и те же ценности — это одно из базовых вообще... Мне кажется, Станислав Дробышевский говорил про это принадлежать, да, элевационная какая-то штука. Да, да. Вот. Это важная часть вообще прогресса в том числе, потому что, ну, опять же, посмотрите лекцию, но я здесь хочу просто обозначить некоторую ценность. И этот вектор ваш в целом полезен, важен, и если... Вот у нас, как раз, следующий вопрос будет про желание вообще уходить от общества, и как человек от этого страдает и переживает. Здесь вы говорите о том, что этого чрезмерно у вас в вашем взаимодействии, этого слишком много, слишком часто это проявляется, и это становится сложностью. Да, но мне важно обозначить, что стремление полностью избежать комфортного поведения — это не то стремление, которое сделает вас лучше и сделает вашу жизнь спокойнее. Здесь как раз речь о том, что, мне кажется, комфортность на определенном уровне, она неизбежна, и она полезна. Вот такой, наверное, первый пункт. Класс. Немножко конфронтирующий с вами, а лекцию посмотрите. Второй пункт. Давайте вот про, как раз отсылаясь к предыдущему вопросу и ответом на него про границы, поговорим через это про маски. Пишите, что у меня очень много масок, и что я не знаю, на самом деле, какая я настоящая. И вот мне кажется, что как раз что происходит у вас. Вы, сталкиваясь с чужими границами, ну, что-то границы, да, это не какая-то там неподвижная штука, а некоторая... Плавающая платформа. Да, это точно. Но еще вот, то есть на вас оказывается некоторое давление, не в негативном фоне обязательно, да, что... Но встречаясь с каким-то человеком, вы замечаете, что он, может быть, это, кстати, может быть ваша фантазия, может быть и реальность, хочет, чтобы вы каким-то образом определенным с ним себя вели. Он хочет определенного стиля взаимодействия, он хочет определенных, ну, скажем так, результатов вашего диалога, там... Вашего контакта. Вашего контакта, вашего общения. И, соответственно, то, на что вы жалуетесь, скорее всего, похоже про то, что мы говорили, что часто вам не удается отставить свои границы, а... или показать, а как вам, да, то есть встретиться с человеком и обсудить, что приемлемо именно в вашем диалоге для него и для вас, и как вам договориться. А скорее вы замечаете, что вы принимаете чужие границы, игнорируя свои. Вот это как раз про то нарушение, про которое мы говорили. То есть, как бы, среда в меня вошла, а я этого не хотел. Ну, то есть, и мне пришлось... Я стал частью среды, ну, там, часть меня, да, в этом взаимодействии я стал частью среды, хотя я хотел сам на нее повлиять. А среда повлияла на меня больше, чем я этого ожидал, чем мне было комфортно и так далее. Вот. И в этом случае как раз, скорее всего, вот это вызывает дискомфорт. Или же вот про то, что мы говорили, то, что вы предполагаете, что другому человеку такие границы или такое общение не подойдет. И заранее, еще не встретившись с ним, восстанавливаете определенные границы, которые вас самих не устраивают, но вы даже не встретились с этим человеком, не заметили, что ему на самом деле важно, что он согласен, а что он не согласен. И сразу приняли не просто его требования или его желания полностью, да, а вот даже еще с ним не встретившись, за счет фантазий, вы определили, как и чего он от вас ждет. Как с ним он взаимодействует, да, и как он, да. Да, и в этом смысле, конечно, ну, речь, скорее всего, идет о каком-то страхе, о каком-то ощущении того, что вы говорите про одиночество, ощущение того, что вас отвергнут, и, собственно говоря, на этом все закончится. И, видимо, у вас такой опыт жизненный, что это когда-то происходило, и было для вас сложно переносимым. И здесь я вот как раз хотел бы вернуться к тоже первому пункту нашего первого вопроса, про то, что здесь важно замечать, что чужое отвержение редко бывает всеобъемлющим. Скорее, люди могут, ну, не принимать часть вашего поведения, часть ваших желаний, часть ваших идей, но часть принимать. И то же самое и вы можете, ну, про то, что мы говорили, часть принимать, часть не принимать. Поэтому здесь, мне кажется, ключевое как раз перестать обобщать, что вас в любом случае отвергнут, пытаясь угадать, какое поведение будет полностью принято. Никакое поведение полностью принято не бывает. Так же, как и редко бывает полностью отвергаемым. Ну, это случается, например, в случае с... Блин, ну, сейчас будем ржать на политические темы, но в случае с иноагентами, да? То есть там человек что-то делает хорошее, но какая-то часть его поведения не нравится определенной группе граждан. И они говорят, все, ты весь... Иноагент. Ты весь иноагент, да? То есть, ну, вот в этом случае такое достаточно полное отвержение. Хотя тоже нужно заметить, что там пока... Чувак-то хорошее дело делает, да? Ну, что человека полностью не запретили, чтобы мы не посадили, ничего не запретили делать. Но в целом это похоже на такое глобальное отвержение. Вот. Но даже в этом случае оно не полное. И главное, не от всех. В этом случае и в вашем... Важно замечать, что вы полностью тоже не отвергаемы. Вот. А как раз вот эта маска, которую вы называете, скорее всего, это то, что вы еще не встретились по-настоящему с человеком, не увидели, какой он. Вы пишете, какая я настоящая, не могу понять. Но есть подозрение, что вы и других настоящих не замечаете. То есть, это не только ваша маска, но и ваша призма, через которую вы смотрите на человека. Поэтому я бы здесь скорее пообращал внимание и выделил себе время, прежде чем предпринимать какие-то действия, устанавливать себе какие-то границы, устанавливать себе какие-то ограничения, позамечать, а что собой представляет и чего действительно хочет. И как себя действительно ведет этот человек. И что вы готовы принять, что не готовы принять. Что он готов от вас принять, что он от вас не готов. То есть, преждевременное вот это защёлкивание, мне кажется... Железный занавес опускать заранее не нужно. Да, мне кажется, оно как раз вызывает вот это вот некоторое страдание и ощущение, что я не могу понять, какая я настоящая я. Вот. А может быть предположение, что вы не очень замечаете, какой настоящий человек перед вами. Вот. Из-за этого страха. Здесь вам, конечно, как говорит Оля Кузнецова, очки эмпатии и поддержки летят. Вот. Ну, а третий пункт. Мы говорили... У нас есть выпуски про стыд. Их несколько. Вот. Мне кажется, правда, когда я замечаю, что я чему-то не соответствую, это правда вызывает ощущение стыда, вот, и здесь важно заметить, что, опять же, что не я не соответствую полностью как индивид, как организм, а что я, возможно, замечаю какое-то несоответствие своё в этой среде. То есть какое-то поведение моё не соответствует, какой-то мой внешний вид не соответствует. Во-первых, дифференцировать, что всё-таки не соответствует. А во-вторых, заметить, а действительно ли это несоответствие в данной ситуации для вас опасно или вызывает агрессию окружающих. Потому что некоторые несоответствия очень даже прекрасны и очень даже отлично принимаются некоторые отличия, ну, их много достаточно, на самом деле, которые говорят, вау, этот человек на нас чем-то не похож. Круто. Вау, у него что-то есть такое, чего у нас нет. Вау, какое... Ну, то есть есть негативное, это белая ворона, вот. Но есть и позитивные какие-то... Это очень уникальный человек, да? То есть и тут вопрос вот это несоответствие. Понятно, что если вы сядете какать посреди проспекта мира голым, и это высовет агрессию, и тогда это точно несоответствие какое-то. Где-то в лесу, в рыбацкой деревне так сидели. Но если вы где-то, да, в деревушке, там, среди друзей, знакомых... Скажут спасибо, удобрения на грядку получены, даже помогли. Которые понимают, что это вам нужно, и они заметят, ого, нифига себе смелая. Пошла и в лесу сделала все свои дела. Не будешь так говорить, люди. Блин, да. Гош, я так говорил. Хорошо. Да, у меня были такие смелые. Ну, в общем, идея такова. Давайте двигаться дальше. Да, поехали к третьему вопросу. Если такой вопрос был, слушайте, ну ничего, зато... Не-не-не, Гош, я вспомнил, что там была здесь просто формулировка про то, что, типа, созависимая находиться в одиночестве. Вот этого точно в вопросе не было. Ой, да, вот про диагноз созависимая это вообще... Слушайте, мне что-то так это подбешивать стало. Все говорят, что я созависимый и не могу находиться в одиночестве. Ну, то есть, я так понимаю, что, опять же, кто все, видимо, какие-то значимые, некоторые значимые для вас люди, все ли говорят... Являются ли они специалистами, чтобы ставить такой диагноз? Ну да, ну, что они имеют в виду, я могу предположить, что люди говорят о некоторой... О том, что... Возможно, вы как-то очень... Я не знаю, слово хочется подобрать, не такое... Оперативно? Экологично, нет, знаешь, что вы очень... Просто ты хочешь? Как раз вот это про слияние, как раз, что вы быстро к человеку... Прилипаете. Прилипаете, сливаете с ним, и потом... Очень сложно опять... Отойти от вас. Да, отойти. Как жвачка в волосах. Вот, и, может быть, люди как раз вот это обозначают. И в этом смысле, если вы замечаете, что, правда, есть чрезмерное ваше такое... Ну, давай вот это твое слово использовать, прилипание, то, ну... Такой синдром собутыльника, типа насилия. Но, опять же, вот мне важно заметить, что это не отвержение вас полностью. Люди говорят, что это бывает от вас чрезмерно. Именно вот этого конкретного вида поведения. Ну, так понятно. Ну, мы все иногда в чём-то чрезмерное. Ну, да. Кто-то замечает вот эту чрезмерность вашу. Ну, это не значит, что это полное отвержение вас. Это какое-то... Что-то прям невозможное. В этом смысле, ну, если вы, правда, замечаете, что там проблемы, можно поработать, правда, с психологом, или ну, как-то поспрашивать людей, а как бы им было хорошо. То есть, что конкретно является чрезмерным, и что конкретно они бы вас просили сделать. Вот. Потому что кажется, что, пугаясь вот этого, их отвержения, этого вашего поведения, вы, ну, прям сильно ранитесь об этом и чувствуете вообще полностью себя негодной к общению. Можно я приведу пример? Гоша иногда записывает мне слишком много видеокружочков. Так. И меня это начинает злить. Так. Я говорю, Гоша, не надо записывать видеокружочки, пиши текстом. Да. Но это не значит, что я Гошу отвергаю полностью. Гоша мой друг, и мне иногда нравится, что он записывает мне видеокружочки, допустим, как сегодня. Да. Вот. Или голосовые. То есть, короче, это просто... Я просто... Простой пример про то, что, типа, ну вот Гоша бывает, да, меня иногда чрезмерно, типа, в нём чрезмерно наблюдают вот эти видеокружочки. Меня это может позлить. Но я не отвергаю его полностью. То есть, Гоша классный. Но иногда, типа, кружочки бывают лишние. А иногда прям вообще супер, то есть, мне заходит. Да, да, да. И это, типа, ну, просто пример. Да, 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 спасибо. Продолжай дальше. Спасибо, козёл. Продолжай. Не-не, всё нормально. Вот, ну, да. Я как раз вот хороший пример в плане конкретики. Вот. И есть конкретная просьба в ответ на такое поведение. И в этом смысле можно дальше себя настолько контролировать, что вообще перестать записывать кружочки. Или вообще, или давайте следующий шаг, вообще перестать общаться, потому что кажется, что я ему неприятен. Вот, а можно всё-таки уточнить, что конкретно человек хочет, что конкретно ему чрезмерно, и, ну, продолжать быть спонтанным достаточно. И главное, что... Гоша, прости, Гоша спрашивает, могу голосовым? Да, вот это для меня вопрос, да. Тогда я говорю, Гош, можно. Поэтому вот это моё приспособление. И в этом смысле можно же дальше взять всю ответственность на себя. В смысле того, что теперь я должен как-то сам понимать, где я буду чрезмерным. А можно всё-таки доверять человеку в общении и знать, что... Да, конечно же, я тоже, зная о просьбе, буду стараться не быть чрезмерным. Но если что, человек не развалится, не расколется нахрен, а ещё раз это скажет. Ну, ничего страшного. Да, это нормально. Поэтому погнали дальше. Поэтому, Гоша, запиши кружочек вечером. Хорошо. Поехали, последний вопрос. Доброго времени суток. Я в целом неконфликтный, эмпатичный человек. И, как считаю, умею дружить. При этом у меня бывают периоды, когда мне вообще никого не хочется видеть, слышать, чувство, что меня никто не понимает. И отстаньте от меня все, в кавычках. Я могу начать удалять фото, информацию из социальных сетей, закрывать аккаунты, становлюсь холодной к близким и прекращаю общаться со знакомыми. Я понимаю, что это нерационально, импульсивно, но мне сложно переступить через себя и этого не делать. Меня это начало беспокоить, потому что уже несколько месяцев, как я перестал общаться практически со всеми ранее близкими друзьями. Потерял общение с лучшей подругой и почти не веду социальные сети. Это самый долгий такой период отстранения. Помогите понять, как мне сохранять отношения с близкими, которые еще остались, и как научиться контролировать такие перепады. Классно, давайте сразу пытаться запретить запретительное поведение. В общем, первый пункт такой. Смотрите, выпишешь. Ты сказал прям как депутат. Да? Да. Ну, запретить запретительное. Мне кажется, я сказал, как шутка, как говорят иногда психиатры. Вот. Ну, ладно. Каждый, в общем, понял обе шутки. Субъективно, Коша. Да. В общем, что я думаю? Вот вы пишете. Я понимаю, что это импульсивно и нерационально. Как будто это что-то плохое. Импульсивность и нерациональность. Вот я думаю, что... Вы, опять же, говорите о чрезмерности импульсивности и слабой возможности контролировать свое поведение. И это действительно в некоторой степени приносит дискомфорт или страдание. Но в целом, то, что вы замечаете, что в какой-то момент, несмотря на то, что вы эмпатийный, неконфликтный и умеете дружить, вы иногда замечаете, что вам слишком много общения. И вам в этот момент начинает хотеться снижать уровень контактов. Так. Вот. И как раз этот импульс очень здоровский. Очень здорово, что вы его замечаете. Но дальше что случается? Случается полное прекращение. И вот это вот уже является для вас сложностью. Потому что сами замечаете, что это нежелательно. Чрезмерно. Чрезмерно. И это нарушает ваши социальные связи. Поэтому я вот здесь не хотел бы, чтобы вы запрещали именно импульсивно... И нерационально иногда открещиваться от того, что... Ну, не иногда, а в целом. То есть быть к себе чувствительным. Замечать, что ваш телесный импульс... Вы по ощущениям, по эмоциям замечаете, что вам много. Вам хочется уединения и так далее. Это прекрасные, важные наблюдения за собой, важное осознавание. Которое тоже важно поддерживать. Да, и как-то себе это объяснять. Я сейчас хочу быть отдельно, ни с кем не видеться, потому что я чувствую, что за последние две недели я сильно перегрузился общением. То есть можно, конечно, провести этот анализ, что именно привело вас к такому. И как-то... Но в целом достаточно телесных ощущений и какого-то просто чувства присыщенности. Отличный такой чувствительность себя. И в этом смысле мне кажется, что замечать наступление этой фазы и легализовывать его для других... То есть, слушай, я устал. Мне в последнее время уже сложно контактировать с людьми, с тобой, с вами, мои близкие. Мне сейчас хочется побыть одному, эти выходные провести, не контактируя ни с кем. Почитать книжку, послушать музыку. Поспать, погулять по парку. Вот. То есть замечать наступление этой фазы не тогда, когда она уже просто, вы настолько сдерживаете, когда уже просто это вываливается из вас, а когда еще есть вот этот самый импульс, эти ощущения, и легализовывать это для окружающих, чтобы быть понятным. Потому что, мне кажется, социальные связи как раз нарушаются из-за того, что человек ни хрена не понимает, что произошло. Потому что вчера он был нормальный, сегодня он не берет трубку. И завтра, и послезавтра, и пять дней подряд не берет трубку. Только что было все нормально, он говорил, я буду рад тебя видеть, а на утро он вообще полностью, я в игноре. То есть вот это вот как раз является очень таким фактором, который нарушает как раз социальные связи и прерывает, мне кажется, общение. Вот. Потому что людям непонятно, что происходит с вами. Это вот такой первый пункт. Отлично. Второй пункт про желание исчезать. У меня записано. Так. Что я хотел вообще там с этим самым сказать. Слушай, ну давай тогда второй пункт будет, это будет третий пункт. Второй пункт будет все-таки, вы пишете некоторые стадии, прям отмечаете, что есть стадии, где вы общительные, есть стадии, где вы жестко антисоциальные, назовем это так. Да. Я бы в этом случае, не хочу никого пугать, как обычно, но я бы, если вы замечаете неконтролируемость, если вы замечаете жесткое... Маятник такой, да, типа из одного в другое. Да, такой резкая, достаточно резкая сменяемость, если вы замечаете, что вы не очень это можете контролировать, ну, сразу впадать в это. Если вы замечаете, что есть телесные такие же симптомы, да, то есть у меня не только там потребность не возникает общаться с людьми, но я чувствую телесный выпадок физический, я чувствую там слабость, я бы... Сонливость какая-то, да. Я бы сходил к врачу, к психиатру, просто посмотреть, что происходит, потому что, возможно, есть некоторая симптоматика и там фармакологическая поддержка, здесь не бывает лишнего, ну, честно говоря... Ну, всегда к терапевту сходить провериться, как у вас там с витаминчиками. Да, да, может быть, не сразу к терапевту, сначала к психологу, просто пообсуждать с ним эту историю, потому что, ну, интересненько, да, вот какой-то, правда, такой резкий, некоторый религий перепад. Вот, поэтому, в общем, если вам интересно, это правда, то сходите. Да. Ну и третий пункт про желание исчезать. Я, знаешь, про что подумал, но про желание исчезать, это же про стыд, как будто бы, типа, настолько, что-то про отвращение, может быть, еще. Ну да, что-то такое мне отротительное, что-то такое, что мне стыдно в этом находиться или, допустим, мне страшно в этом находиться, что вообще хочется исчезнуть, хочется избегать вот этого всего. Я подумал, что, может быть, про это у тебя была мысль. У меня было вот скорее про удаление контента. Вот это, да, то есть человек себя как бы удаляет из социального пространства, не просто прекращает общаться, а еще и следы заметает. Вот, то есть все поудалял, поудаляло. Вот. Ну да, хочется спросить, что такого происходит прям, что именно вот нужно... Мне кажется, что, вот опять же, ну, можете ли вы, вот такой вопрос, можете ли вы как-то, на уровне ощущений пока и мыслей объяснить, из какого чувства, да, вот ты предположил простыд, из какого чувства вы начинаете заметать вот эти следы. Вот, потому что кажется, что в этом могут быть разные чувства замешаны. Например, некоторая обида. Я весь скроюсь, не будьте меня видеть. Вообще никто. Да, может быть, некоторые... Агрессия. Агрессия. Да, да, вот я, допустим, в детстве себе представлял, что будет, если я умру и как будут мои близки страдать. Будут ли они страдать или нет. Да, то есть вот некоторые... Из какого чувства? Что это? Может быть, месть? Может быть, обида? Может быть, это правда там стыд или вина? Вот, что вы недостаточно, ну, в этот момент можете поддерживать коммуникативные связи и, исходя из этого, полностью... Как будто чувствуете вину и как будто вообще не буду вообще ничего поддерживать, никаких связей. Вот, поэтому, переходя в третьем пункте к вопросу вашему, да, как понять, как мне сохранить отношения с близкими, еще остались и научиться контролировать такие перепады. Вот, мне кажется, первые два наших пункта про легализацию для близких вашего состояния, это точно контролировать перепады, мне кажется, важно замечать момент, постараться замечать, какие чувства... Знаешь, вот сейчас объясню. Вот, к примеру, я в какой-то момент на каком-то чувстве выпадаю полностью. Например, когда у меня чрезмерный стыд, давай я про себя буду говорить, я в этот момент публичное выступление я в этот момент перестаю смотреть на людей, перестаю с ними коммуницировать и как будто оказываюсь в таком коридоре. Знаешь, где... Матрица, где много дверей. То есть это вот такое... Туннельное мышление это называется. Знаешь, я вижу только то, что передо мной. Вот. И вот это уже сильное чувство, и там мне уже очень сложно из него выйти. Но я знаю некоторые маркеры, которые... Триггеры такие, которые можно заметить. Предшествуют этому состоянию. Там, сердцебиение повышенное, потливость. Есть рук, да. Да. Там, допустим, испуг. Испуг. Невозможность, как будто сложность вступления в контакт с другим человеком. И вот когда я замечаю вот эти предыдущие маркеры, я знаю, что я в них могу делать, чтобы себя урегулировать. Чтобы не зайти в этот туннель. Да, чтобы не зайти в этот туннель. У меня есть несколько действий, которые помогают мне в этом моменте замедлиться, дать себе больше времени на сориентироваться, на заметить, что происходит в окружении меня, вот, найти какие-то поддерживающие глаза людей, как-то проконтактировать. Провести такое спортивное ориентирование, типа посмотреть карту, да-да-да. И я туда не заваливаюсь. Вот здесь бы тоже хорошо найти какие-то вам... Маркеры вот эти, которые... Которые предшествуют. Ой, да. И вот в эти моменты замечать их и посмотреть, последить, а что... Там же вы ещё ориентируетесь, там вы ещё не в этом эффекте. А посмотреть, какие действия помогают вам не шагать дальше. Даже не шагать, а не катиться. Когда вы ещё на ногах, вы ещё можете быть устойчивым. Ой, какой странный заброшенный дом. Давайте разделимся. Ужас так начинается. Вот, поэтому, наверное, вот так, но, опять же, да, совет проконсультировать специалистов остаётся в силе. Класс. Думаю, что, Саш, прекрасный выпуск на 47 минут. Да. Мы всё, все карты выдали, что на 20-й минуте у нас было. Хотели сделать паузу, но потом не сделали, что... Да не, нормально, Гоша, конечно, нормально. Слушай, мы давно... Знаешь, я ещё подумал, что мы очень давно не пели. Я бы сказал, с 24 февраля. Ну... У нас ничего не было, никаких пусты. Честно, Гоша, честно. Уже скоро три месяца. И не хочется. Пока. Да. Хочется, чтобы закончилась. Да, но как-то... Хочется, чтобы закончилась война, которую Роскомнадзор требует называть специальной операцией. Вот так. Да. Ну, ладно, что, раз не рождается песня, так напишите, по каким песням, какие песни... Какая, да, музыка вам помогает. Вот так, да? Да. Напишите в YouTube, у нас там площадка для общения. Какую музыку сейчас слушаете? Я недавно в сторе спрашивал, какие книги можно почитать. Гоша, я так открыл заново любовь к чтению. Просто. Я за последние... Я вообще ненавидел книги. Я после школьного образования, вот этого, я, во-первых, люто ненавижу первый том «Войны и мира». Это просто, это просто, блядь, таз с водой. Я, я после этой книги, я дико ненавидел вообще все книги. И недавно, только недавно, месяца, наверное, четыре назад, я заново полюбил читать. Я прочёл, наверное, за месяца четыре книг пять или шесть. О, круто. Слушай, я вот, я читаю профессиональное. Ну, да. Причём я люблю очень короткие формы. И, кстати, наши рекомендации. Я в нем у меня крепче с Ю Джонсона, я сейчас читаю. Да? Да. Круто. Офигенная книжка. Очень крутая книжка. Очень классное предисловие. И очень классное, структурное. И вообще. Как книжка называется? «Обними меня крепче». Обними меня еще. Да. Очень крутая книжка. Поэтому рекомендационно. А я пытаюсь уже очень долго дочитать книжку «Телесный процесс» Кепнера. Причём, что я её вроде бы прочёл, но как будто мне захотелось её ещё раз более сознательно прочесть. Так тяжело идёт. Причём она офигительная. Я как-то, ну так мне что-то… Я читаю какими-то кусочками, знаешь, прям кусочничаю. Ну вот у меня, знаешь, у меня такая книжка была «Последняя Москва глазами инженера». Там про архитектуру, про старую архитектуру, то есть про Кремль, почему называется там «Китай-город» называется «Китай-город» и там подобное. То есть про авангард, вот эти постройки авангардные, да, на начале, там, на заре 20 века, когда всё это происходило. И местами. А там прикольно книжка сделана в формате маршрутов. То есть несколько маршрутов, она разделена по цветам, и ты читаешь книжку про маршруты, по которым ты можешь пройти и посмотреть эти здания. Ну, блядь. Иногда написано таким музейным языком, который я люто ненавижу, знаешь, дорогой читатель, сейчас ты можешь наблюдать великолепное произведение архитектурного… Я думаю, да твою мать. Ты с ним так много ругаешься. Да. У меня плохой день. Ну, да, да, и понимаешь, и вот она прям тяжело кусками шла. А я, кстати, знаешь, что подумал? И причём местами так написано. То есть если бы вся книжка была, я бы понял. Но местами написано суперинтересно, суперклассно про доходные дома, и как это вообще, как архитектурные вот эти объединения были, и всё там подобное. А местами прям такой музейный язык. Думаю, господи, Льва Толстого на вас нету. Мне, кстати, нравится Толстой. Гош, я, у меня, ну, у Лев Толстой классный, но, блядь, «Война и мир», а первый том, это просто, это вообще, я ненавижу эту книгу. Я купил, кстати, недавно книжку себе Льва Толстого, ну, антибоенный манифест, который «Одумайся». Очень такая маленькая, хорошая, классная книжка, тоже рекомендую. Вот. Но я, ну, как бы, у меня нет там какой-то агрессии к самому, но книжку... Я заметил, что мне, я много смотрю же, слушаю, точнее, тоже там, ну, или гражданская позиция, или что-то из профессиональной сферы, и я понял, что мне легче смотреть вещи, где, типа, круглые столы, какие-то, ну, в общем, не лекционные, вот, где говорят несколько людей. Дискуссия, да, типа, есть диалог. Да, вот, у меня такого как-то прям проще, круче, и да. Да, мне кажется, всегда, всегда поинтереснее, как будто бы, когда есть контакт, ну, типа, не один человек контактирует с аудиторией, а когда есть какая-то... Хотя лекции тоже прикольные бывают, он зависит от спикера, вот, допустим, помнишь, ты мне рекомендовал музыканта, который, девушку, которая... Аня Веленская. Да, 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 она очень круто разбирает, там, в соло она это делает, и... Ладно, знаешь, мы Ани позвали в итоге на один из своих проектов в Шашниках, у нас была на онлайн-лагере спикер для детей, подростков. Класс, очень круто. Там, я просто... Разрыв. Я смотрел, да, это просто очень крутая модерация, вот, прям вообще. Ну, класс, она крутая. Ладно, мы что-то там заговорились с тобой. Мне кажется, это прикольно. Да, ну да. Такие слушатели послушали, типа, слушатели послушали, да, я, здравствуйте, здравствуйте, Лев Николаевич, блядь, вот, и послушали такие наши проблемы, наши по сегодняшние такие штуки, такие, ого, нифига себе, они живые. А, знаешь, из последнего диалога, тогда я сегодня, вчера и сегодня, наверное, сегодня, сегодня точно, я не помню, вчера я начал слушать, или сегодня с утра, день просто длинный был, рано стал, у Николая Солодникова, еще не поздно, у него вышло интервью с Колей из Шорт-Парис. О, да, я понял. Вот, и там, конечно, очень мне иногда было... Тяжело? Ну, они умные, они умные, не в той образце, в которой Другой склад ума, мне кажется, Кош. Да, да, немножко другой склад ума, склад мышления, я бы сказал, вот, и, но у них очень интересный диалог про такой, наверное, социальный взгляд на происходящее, и, конечно, очень было прикольно послушать этих двух мужиков, которые иногда прям спорят, ну, там, знаешь, так... Ну, по-доброму, да, наверное. И более выбрал такую... Николай Солодников выбрал такую немножко дискуссионную манеру ведения, что ему не свойственно, он обычно как-то по-другому, мне кажется, ведет, и даже в конце они армрестлингом он предложил побороться. Ой, класс, сбросили напряжение. И мне этот момент так понравился, вот, в общем, вот такое мне нравится в последнее время, очень уважительное, очень вдумчивое, и в то же время не сливать, ну, не суперсоглашательское, а такое вот обсуждение. На подумать, да? Да, класс. Это было круто. Я подумал, что, ну, чуваки же из разных поколений еще. Да, 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 да. И это так прикольно наблюдать, что взрослый мужик и молодой мужик разговаривают между собой. Да. В чем-то сходятся, в чем-то расходятся. В чем-то не сходятся, но при этом относятся друг к другу. Да, с большой симпатией, и это, конечно, сильно. Вот, я подумал, что чем меня это впечатлило? Тем, что, наверное, такой диалог не всегда возможен, и не у всех. Это правда. И вот я был сейчас тоже на интенсиве, про который я говорил, психотерапевтический, и там такой диалог тоже был. И я подумал, что вот люди, которые сейчас создают такие пространства, в которых такой диалог возможен, это как раз то, что, мне кажется, очень важно. Способность человека со всеми сходствами и различиями продолжать диалог с другим. Да. И к чему я это все? Не отсаживаться за 20-метровый стол. Да, к тому, что, надеюсь, 19 мая у нас будет именно такая встреча. Ну, давай, раз ты уж на такой формальной части, я тоже на формальной. Ребят, можете продолжать нас слушать в разных странах Spotify, iTunes подкасты, Яндекс.Музыка, YouTube, Google подкасты, SoundCloud, онлайн-платформа CastBox и другие платформы. Заходите на сайт repunkta.com, задавайте ваши вопросы в следующие выпуски, подписывайтесь на запрещенные и незапрещенные социальные сети, всех обнимаем еще раз, поддержки всем. Всем пока. Всем пока. 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 Пока.